девочки всем большой привет рада приветствовать на своем канале меня зовут ксюша мы с вами начинаем новый влог и по традиции прошу подписаться на мой канал а также поставить пальчик вверх все эти действия помогут в продвижении моего канала а также хочу вас пригласить в свой телеграм-канал ссылочку обязательно оставляю на экране и также в описании под видео и давайте конечно приступим поскорее у нас за окном темно 7 утра я уже накрашена одета с чистой головой в общем еду сейчас сдавать анализы и потом пойду на завтрак с моей подружкой так что у меня такой сегодня эстетик герл день пойдем мы в кафе в котором я уже была там очень вкусные завтраки краски это кафе находится недалеко от того места где я сдаю анализы и тем более мы с подружкой не виделись я уже даже не знаю сколько месяцев вот и мне безумно нравится макияж который у меня получился такая прям холеная кожа кстати у меня кожа стала в разы лучше от прибиотиков от бактерий которые сейчас пью и не только у меня у мужа тоже и я щас немножко по-другому наношу тональное средство мне безумно нравится как выглядит кожа и немножко по-другому наношу скульптор румяна и у меня кстати только кремовая коррекция и сверху я просто припудрила пудрой обычной Givenchy кстати у меня уже заканчивается моя пудра рассыпчатая от Givenchy там буквально осталось немножко это первая пудра которая у меня заканчивается вообще мне кажется первый такой сухой продукт который у меня заканчивается я уже заказала себе такую же пудру но присованную потому что если честно я немножко от рассыпчатой стала потому что надо высыпать там как-то манипуляции сделать. В общем, спрессованной как-то более, мне кажется, попроще. Ну, не знаю, посмотрим, насколько будет прессованная такая же хорошая, как и рассыпчатая. И, кстати, тоже хотела с вами поделиться. У меня уже отрастает моё окрашивание. Ну, вот мои волосы, вот они. И что хочу сказать? У меня абсолютно перестал держаться объём. То есть я столько средств нанесла на волосы, а у меня практически нет объёма. Ну, немножко вот тут вот по длине, где есть окрашивание, волосы уплотнены, но по итогу объёма, ну, вот если только вот так руками делать, то какой-то объём будет. Я немножко расстраиваюсь. Но ничего. Я договорилась с девочкой, что через месяца два, наверное, два с половиной даже, приду к ней на окрашивание в более светлый оттенок, чтобы было больше вот этих светлых прядей. И волосы были светлее, потому что, ну, я хочу быть ещё светлее. Первый раз я, естественно, побоялась. Ну, и, возможно, мы немножко не поняли друг друга с мастером, что я хотела, и как она себе это представляла. Вот. Поэтому будем корректировать. И да, кстати, я в новой своей олимпийке, погладила её, но всё вроде, да нет, да не мято. Казалось, что уже мято. Так что сейчас пойду попью воды. Вообще так хочу кушать. Хочется мне кофе, потому что я не выспалась. Но перед анализами нельзя, потому что я беру ещё и кровь сегодня. И сейчас пойду, наверное, сделаю кофе мужу, как раз таки, потому что он помоется, он будет собираться на работу, а я вызову такси и поеду в центр. И, кстати, думаю, в этом влоге обязательно покажу свои подарки, потому что у нас уже февраль месяц, а я до сих пор не показала свои подарки. Вот. Поэтому надо будет собраться и всё-таки вам всё-всё-всё показать. Как раз таки приехал последний подарок, но он уже приехал недельку назад, наверное, примерно. Девочки, я уже дома, сдала все анализы, посидела с подружкой в кафе, даже прогулялись. Мы не можем... Я сначала... Какая-то непонятная прическа получилась. В общем, сначала я прогулялась до места, где мы должны были встретиться, посидели, в общем, в кафе, попили кофе, вкусно позавтракали и прогулялись с ней до метро. Я потом села на такси, поехала домой, проводила её на метро. Так что, да, у нас 12 дня, я уже столько всего сделала, я собой так горжусь. И да, с этого года я стараюсь вставать рано, в 8, в 7 утра. Сегодня я в 6 встала для всех этих процедур. Ну и, кстати, наконец-то солнышко. Я безумно люблю, когда у нас солнце. Но, к сожалению, из-за того, что я сдавала анализы и всё прочее, я бы, конечно, хотела бы сесть записать для вас видео с покупками, потому что покупок очень много. И нужно их всё-таки записать, то, что очень хочется ими пользоваться. А я, если честно, не открываю, пока не запишу для вас видео. Очень-очень редко что-либо я открываю, тестирую без вас. Поэтому жду подходящего момента как раз-таки, чтобы сесть и записать видео. Вот сегодня было бы, конечно, здорово при солнечном свете, но ладно, ничего страшного, потому что сейчас я пойду, мне нужно приготовить завтрак мужу, потом он позавтракает, он будет работать. И я не смогу записать видео, пока он работает, а потом уже нам нужно будет выдвигаться к ещё одному врачу. Ну да, у нас будет 2024 год, такой полный чекап организма. Будем всё проверять, смотреть. Ну, это на самом деле надо. Так что заставляю и себя, и мужа обязательно это всё делать, не запускать и не откладывать на потом, когда могут быть уже необратимые какие-то вещи. Поэтому нужно следить за своим здоровьем своевременно, и даже если ничего не болит, всегда за ним следить и сдавать обязательно анализы. Ну, я очень люблю, когда солнышко, у меня сразу настроение повышается, сразу столько сил. Кстати, хотела поделиться своими двумя новинками от российского косметолога. Это «Космомедика» «Бай доктора Кондрашова». В общем, давно видела эту линейку у одной девочки-блогера. Она безумно хвалила вот этот тоник лимфодренажный. И, в общем, я была в галерее и решила его всё-таки купить. Это не обращайте внимания, это он у меня потёк. Тут какая-то вот, да, теперь пятнышко. Я взяла лимфодренажный тоник и прочитала очень хорошие отзывы на вот эту вот маску. Лимфодренажную утреннюю я взяла миниатюрку 15 мл. Большая стоит, по-моему, 4 500 или 5 500. Тоник большой стоит 2 500. Вот эти миниатюрки, то есть тоник – это тоже миниатюрка в 100 мл. Мне обошлись в 3 000. Каждая позиция по 1 500. В принципе, цена не сильно высокая, с учётом того, что я вообще люблю бренды, которые делают миниатюрки. Есть возможность познакомиться с брендом, потратить не так много денег, если вдруг вам не подойдёт та или иная серия. В общем, что хочу сказать по поводу вот этих двух средств? В общем, что хочу сказать по поводу вот этих двух средств? Я в полном восторге. Первое, что я попробовала, это сначала лимфодренажную утреннюю маску. Её нужно совсем немножко. Она очень хорошо впитывается в кожу. И знаете, такой эффект от неё. Кожа более ровная, гладкая, такая приятная на ощупь. Тут вообще заявлено, что устраняет отёки и тонизирует. Насчёт отёков не знаю, потому что, в принципе, я не страдаю особыми какими-то отёками по утрам. Но кожа после неё просто потрясающая. Я не знаю, что здесь в составе, хотя тут состав указан. Но, если честно, какое-то чудо у неё действует. Мне она безумно понравилась. Я даже протестировала её на мужа. И ему тоже она безумно понравилась. Кожа какая-то как будто ровная. Хотя, по идее, она не должна это делать, но на моей и на его коже она работает очень классно. поэтому 100% куплю такую большую, когда закончу эту. Хотя, возможно... Тут вообще написано, что её можно использовать, по-моему, каждый день. Или на сайте написано. Но я каждый день не использую. Я буду её использовать два раза в день, ой, два раза в неделю. И посмотрим, насколько мне её хватит. Но я думаю, что расход экономичный будет. Плюс эту штучку можно спокойно брать с собой. Она такая малышка. Так что супер формат. И да, я повторюсь, обожаю бренды, которые делают миниатюрки. Потому что, во-первых, из собой можно брать. И, допустим, есть какие-то позиции, которыми ты редко пользуешься. И если ты берёшь какую-то большую упаковку, то не всегда успеваешь её закончить. А вот с такими малышками это прям супер. И тоник тоже очень-очень классный. Кожа после него тоже какая-то бархатная, приятная, мягкая. Я ни капельки не жалею. И 100% буду его повторять. Возможно, я буду покупать его в миниатюре. Объясню почему. Буду его чередовать с каким-нибудь другим тоником. И расход у него очень экономичный. Я, слушайте, использую уже неделю. Но я использую только по утрам. И тут даже нет намёка на то, что он заканчивается. Я буквально делаю одно нажатие вот этой помпы. Мне плюс ещё нравится, что он в помпе. И да, опять-таки, очень удобно будет брать с собой. Но нужно учитывать, что у меня он лежал в пакетике. Пока я донесла его до дома, у меня он немножко подпротёк. Я только не поняла, как. Ну, видимо, откуда-то отсюда протекло. Не знаю. В общем, линейка просто супер. И мне насоветовали от этого бренда бренда «Семь кислот», по-моему, называется у них линейка. Так что думаю ещё попробовать её. Тоже купить какие-нибудь миниатюрочки. И, по-моему, да, мне сказали, что каждая миниатюрка у них стоит полторы тысячи. Поэтому, в принципе, раз в месяц можно пробовать какую-то новую позицию. Если вдруг не понравится, не подойдёт, или не увидите эффект, то можно будет спокойно, ну, как, допользовать и не покупать. Не так обидно будет, как нежели вы купите полноразмерные вещи, потому что тоники у них ещё не так дорого стоят. Ну, в принципе, такой средний сегмент, не люкс, но и не масс-маркет такой вот, ну, две с половиной, как я и говорила, то крема уже ближе к люксу. То есть, они по пять тысяч. И не каждый, допустим, готов отдавать пять тысяч за крем, который он, ну, в котором он не уверен. Вот. Пришла тут малышка. Так что, да, и в Петербурге можно приобрести только в галерее. У них, кстати, есть свой сайт. Ссылочку обязательно оставлю внизу. Можно посмотреть, есть ли в вашем городе корнер с этой косметикой, чтобы прийти протестировать. Я вот как раз-таки пошла в галерее ради этого бренда. Не рискнула заказывать через интернет, потому что хотелось протестировать вживую, посмотреть, как вообще это выглядит. И хотелось попробовать вот эту масочку. Именно нанести на руку, посмотреть, как вообще она себя ведёт. И, кстати, не знаю, для кого-то плюс, для кого-то минус. Она прозрачная. То есть, когда ты наносишь на лицо, в принципе, даже не видно, что на тебе маска. И она сначала липкая, а потом как-то подусаживается. И очень даже легко смывается. А тоника, не знаю, у всех так или нет. Лично у меня, когда я пользуюсь тоником, у меня немножко краснеет лицо. Я в предыдущем влоге записывала для вас видео, не знаю, минут на 30, как я готовлю, что я делаю, что я готовлю на завтрак себе и мужу. Представляете, у меня записалось всего 10 минут. У меня сегодня какой-то день курьеров. Так, сейчас давайте достать вам наш завтрак. Сегодня будет очень простой завтрак у мужа. Я думаю, я ему пожарю яйца, сделаю бутерброд с сыром и помидорки черри. У меня просто больше ничего нету. Так, моя красивая тарелочка с вайлдберрис. На самом деле, девочки, я не тот человек, который любит готовить. Если честно, я больше люблю убираться, раскладывать всё красиво, чтобы у меня всё по полочкам лежало. Я люблю, когда у меня чистый пол, чистая раковина, ванная, всё прям вылизанное, чистая плита. И, в общем, это для меня не проблема сделать. Я люблю убираться. Я как-то в этот момент отдыхаю, релаксирую, что ли. А вот, когда дело касается готовки еды, вкусные помидорки, то у меня какой-то триггер. Не знаю, если честно, почему. Малыш, аккуратно, пожалуйста. Так, самый быстрый, простой завтрак. Всё вкусно. Что может быть лучше вкусного бутерброда с обычной колбасой, с сыром? У меня, правда, есть ещё авокадо, но муж авокадо не особо любит. Поэтому, думаю, без него. И плюс оно ещё не доспело, мне кажется. Оно будет твёрдое. Малыш, что случилось? Ну и, конечно, к Яше, как всегда, здесь. Она мне помогает, подсказывает, что делать. Куда без неё. У меня остался такой запас макаронин. Кстати, очень вкусные макаронин. Я беру их во вкус Вилли. Не знаю, насчёт цены. Стоят три штучки 250 рублей. В некоторых кофейнях, я видела, макаронин продаётся по 60 рублей. То есть, как бы, получаются эти дороже. Но именно есть магазинчик, который представлен во многих торговых центрах. Он, по-моему, называется Macarons или Macaroni. Ну, как-то на английском так. И там очень-очень много разных таких штучек. Там, по-моему, одна штучка 100 рублей стоит. Ну, в общем, не знаю, дорого или дёшево, но штуки вкусные. В последнее время, вот, я как-то брала их, не знаю, пару месяцев назад. Они были реально безвкусные, какие-то бестолковые, можно так сказать. А вот я вчера взяла и прямо с удовольствием две штуки сразу съела и одну оставила на утро себе. Так что сейчас буду как раз-таки кушать её, наверное, с кофе. Хотя два раза в день пить кофе не очень, но ладно. Один день можно простить себе такой грех. Так, я включила подсветку. Беру масло. Я, в общем, на самом деле люблю жарить на оливковом, но у меня уже сковородка, если честно, не очень хорошая. И когда я жарю на оливковом, немножко пригорает, потому что у меня оливковое масло, оно именно для салатов, то есть не для жарки. Если бы была кастрюля получше, ой, не кастрюля, сковородка получше, то я бы жарила бы на оливковом. Но сегодня буду на подсолнечном, потому что оно специально для жарки предназначено. Так, греется сковородка потихоньку, но я, наверное, думаю, что мне придётся вас выключить, потому что мне нужно будет включить вытяжку, а она безумно шумит, и вы, наверное, не будете слышать, что я говорю. И, кстати, хотела похвастаться вот такой вот своей новинкой. В общем, это такая штучка в стиле Пинтерест, все блогеры снимают, как они моют фрукты, вот такой золотой, золотым ситечком. Покупала, кстати, я его в Кюхенленде. Я вообще многие товары для дома покупаю в Кюхенленде, и это Кюхенленд, вот эти все приборы тоже из Кюхенленда очень мне нравятся, но вот эта ситечка стоит там тысячу рублей. Дороговато, но я думаю, что сейчас просто хайп на них, хотя я на Вайл Перес видела такие же, тоже по 800, по 1000 рублей, поэтому Кюхенленду я как-то больше доверяю. У меня, кстати, остатки роскоши после вчерашнего ужина, две сушины, это, кстати, Ями-Ями в последнее время заказываю только там, очень нравятся, и в принципе, если вы заказываете в обеденное время, то на все позиции у них скидка 15%, так что буду есть свои две сушинки, макаронинка у меня есть, это завтрак мужа, ничего лишнего, это пармезан такой тертый, это на случай, если он захочет немножко омлет им посыпать, то, что он сыр очень любит, ну и, конечно, куда без котенка этого, который вечно голодный, она знает, что папа ее должен прийти сейчас с работы и даст вкусняшку, поэтому она всегда его ждет, вот, она уже слушает все звуки, да, Киаш, ты папу ждешь? ну и вот трястись начинает, потому что переживает, а вдруг он не придет и вкусняшку ей не даст, да? Ну, сейчас еще мы поплачем на камеру, и она, кстати, смотрит вот на этот шкаф, она знает, что там ее вкусняшки, вот она всегда на него смотрит, если его открыть, это все. до новых встреч! девочки в общем понедельник у нас начался активно уже 10 часов мы находимся на другом конце города в общем мы приехали тут по делам мужа он пошел как раз таки выяснять койки свои моменты вот а я сижу жду его в машине чтобы как раз таки с вами спокойно поболтать и до обещала показать помню подарки и как раз таки нам приедем домой может сегодня или возможно завтра обязательно покажу потому что не знаю как долго мы будем сейчас ездить по его делам и вечером я встречаюсь еще со своей подружкой мы идем наш любимый ресторан на самом деле такая интересная история мы с ней переписывались она говорит давай сходим в новое место ну давай в общем выбирали выбрали но мы выбирали по локации чтобы ей было удобно после работы и мне было на самом деле удобно ехать недалеко выбирали выбирали вроде остановились на одном ресторанчике думаем ну сходим все я пишу ну что ты забронируешь или я такая а точно туда игру но что что ты хочешь но в итоге мы опять идем в италии в наш любимый италии так что сегодня я буду кушать потрясающе вкусный тартар и возможно возьму себе пасту я уже на самом деле соскучилась по такой еде может возьму с собой домой не знаю пока насколько я буду голодная потому что сейчас я вообще не голодная но я успела кофе попить минуя прошлый случай когда мы так тоже с мужем таки а мы на часик выйдем и в итоге встряли вот со всеми такими взрослыми бумажными делами на целый день поэтому в этот раз мы с ним позавтракали ну как он позавтракал я попила кофе съела макарони и в принципе я вообще кушать особо не хочу я кстати заказала себе куртку какую очень очень хотела в общем она должна скоро прийти возможно в следующем влоге покажу ее потому что я вообще рассчитывала что она вот вот там сегодня завтра должна прийти но пока она едет в казань из новосибирска и я не знаю но обещают вообще уздек пишет что до конца недели они должны доставить в постамат мне но посмотрим уже конечно хочется ее надеть носить этом контролирую не идет ли муж так давайте поменяем ракурс у меня что-то рука уже устала на самом деле нужно качать руку телефон вроде не так много весит но рука устает его держать особенно на весу а у мужа в машине нету даже никакого крепления чтобы как-то телефон поставить не знаю может быть конечно на торпеду но сейчас работает кондиционер в машине и я боюсь что если поставлю на торпеду там рядом кондиционер и будет слышно его жужжание так что сегодня у меня такой будет приятный день с подружкой вечером и да жду куртку еще мне пришел заказ сломоды тоже нужно будет наверное сегодня завтра забрать и кстати я подсела тут на орешки на дальневосточный кедровый орех безумно вкусный обязательно оставлю ссылочку я покупаю их на озоне и мы вот вчера были в азбуке вкуса я посмотрела там эти орешки и на самом деле в азбуке вкуса в разы дороже чем допустим вот я заказываю на зоне но они потрясающе вкусные я вчера последний доела вечером и вроде как сегодня после пяти озон должен доставить в пункт выдачи очень хочу их забрать не знаю какая-то видимо может нехватка каких-то витаминов поэтому очень хочется эти орешки у нас кстати понедельник сегодня и выходные дни мы провели не особо то так и продуктивно но мы конечно погуляли сходили в новую голландию вставки наверное будут с нашего небольшого похода но мы так просто забежали и вышли оттуда тоже народу много на коньках мы не катаемся и в принципе в питере не очень ты тепло все равно я не люблю когда вот снег вот ветер сразу как-то мне неуютно промозгло и никакая куртка меня не спасет такую погоду и кстати я вам записала видео шорт с тем как я делаю вот такую вот укладку на самом деле я считаю это просто мега крутой вариант потому что на следующий день когда волосы уже немножко грязные я в общем раньше мыла голову каждый день это просто ужас а сейчас я мою голову раз в два дня и на второй день и голова ну конечно не совсем fresh можно так сказать но иногда кстати нормально иногда вот бывает да не очень такая она красивая вот и поэтому я завязываю на ночь косички и делаю себе либо такую прическу либо когда у меня есть настроение я делаю локоны на дайсон но у нас сейчас такая погода что эти локоны на дайсон точно у меня расплютутся и я решила не рисковать и все-таки сделать более такой более надежный вариант так сказать я кстати присматриваю сейчас мягкие вот эти бегуди такая вот одна большая бегу дюшка так вот у меня раньше она была я как-то попробовала но я неправильно сделал то есть я помыла волосы и прям на вот эти вот сырые волосы накрутила эту бегу дюшку проходила два часа и естественно волосы у меня не высохли и эффекта никакого не было я на самом деле так разозрела что я его выкинула хотя надо было все-таки на сухие волосы их смочить итак девочки поменяли локацию у меня просто как раз пришел муж и мы сейчас поехали в другое место по документам ну как ему по документам ты я рассказывала про бегу дю вот такую вот одну которую сейчас модно все надевают на голову и крутят локоны вот я записывала говорил о том что у меня в общем ничего не получилось так как я сделаю на сырые волосы и поэтому я очень разозлилась и выкинула ее хотя очень очень зря надо было все таки чтобы она полежала и в итоге сейчас бы я бы уже нашла бы ей применение но хочу заказать на золотом яблоке прошлый раз я заказывала на wildberries тоже там рублей за 400 и на яблоке кстати нашла какую-то фирму там тоже она стоит рублей 400 в дорогой я не вижу смысла там есть типа полторы тысячи по моему по 2 даже но если честно я не очень понимаю за что платить такие деньги возможно там диаметры другие не знаю возможно крабик который вот крепится сюда чтобы удобнее было делать эти локоны возможно за счет него такая дорогая хотя это по сути поролон в ткани и то даже я так понимаю она не шелковая а под сатин какая-то даже у дорогих и в общем я все грежу императорским фарфором супницы в расцветке азура то моя любимая расцветка сейчас она кстати по скидке в яблоке и вот я все хожу и думаю нужна она мне не нужна потому что у меня есть несколько позиций императорского фарфора но девочки я им не пользуюсь иногда кружка и возможно тарелка иногда но мне настолько его жалко и плюс я не мою посуду если честно я мою все в посудомойке императорский фарфор как мы знаем нельзя мыть посудомоечной машине ну как его можно но все то золото которое там ну по золото вот это есть она все при первой же наверное стирки отмоется потому что на кружке у меня такая красивая кружка большая с золотой окантовкой у меня уже эта окантовка если честно подстерлась наш ну я очень даже удивлена с учетом того что я практически из нее не пила ну там я не знаю раз ну 20 может я попила я мыла естественно мягкой стороной губки без каких-то абразивных частичек очень капризный фарфор если конечно есть возможность покупать его постоянно обновлять то как бы да у меня так у подружки мама она постоянно покупает этот императорский фарфор наборами и моет в посудомойке потом просто через год обновляет его и у нее есть гостевой сервиз более там симпатичный да которые скорее всего не такой вымытый как уже тот который помыт посудомоечной машине и плюс у императорского фарфора есть просто белые тарелки в принципе их наверное нет никакой проблемы мыть посудомойки хотя тот же самый фарфор императорский говорит о том что да нужно быть очень аккуратно с посудомоечной машиной хотела вам немножко пожаловаться недавно сдала кровь из вены и я не знаю то ли мне какую-то присыпку сделали то ли что мне замотали даже не бинтом а получается положили какую-то ватку заклеили обычным пластырем я когда сняла ее у меня просто безумно красная рука была и три дня у меня в общем немножко болело и была красная как аллергия на том месте в общем первый раз у меня такое естественно даже не знаю что произошло что вызвало такую реакцию возможно да я просто когда сняла повязку там была какая-то желтая присыпка как будто возможно она вызвала такой либо не знаю ткань мне не подошла вот этой салфетки в общем будьте аккуратны но я на самом деле в таком состоянии сдаю кровь что я вообще не смотрю что там не кладут что сыпет потому что я очень такая как сказать трусишка в этом плане я делилась до в телеграме что я безумно боюсь давать кровь из вены ну как тут такое двоякое ощущение у меня в детстве мне безумно напугали этой сдачи крови и я упала в оморок из того момента я не могу нормально сдать эту кровь я сразу начинаю терять сознание хотя как бы мне не больно не неприятно ну просто вот сама суть я чувствую когда мне вводят иглу в вену все у меня начинает болеть голова кружите даже сейчас я об этом говорю я себя не очень хорошо начинаю чувствовать и поэтому когда мне делают я уже просто выбегаю как можно скорее не думая ни о чем чтобы не дай бог в оморок не упасть особенно когда я одна без мужа это еще страшнее в общем пока ждем мужа давайте покажу вам свой один из подарков на новый год это сумка фурла такая вот тканевая на самом деле если честно не планировала ее покупать но увидела у моей девочки байера плюс плана неё у неё скидка очень удобный формат я долго думала какую взять у меня самая маленькая это с к я ей безумно довольна но есть определенные нюансы первое это вот нужно быть аккуратно с кольцами но вот эти еще ничего у меня есть колечко где фианитики и они очень сильно цепляют вот эту ткань и то есть нужно быть аккуратным и второй минус это небольшая ручка то есть зимой ее не надеть через плечо потому что ну уж не хватает этой ручки эта сумка у меня будет где-то на груди как бананка получается если я надену вот с этой ручкой но если девочка пониже похудеет то скорее всего наверное таких проблем не будет это просто у меня из-за роста из-за моей комплекции не получается ее носить я заказывала на ломоде ремень но во первых он оказался другого цвета но это ладно и плюс он оказался чуть побольше чем этот и смысла в ремне за 7000 которые такой же как этот я не вижу поэтому я его сдала и буду носить так но я ношу в руках вот так что она мне идеально подходит тут бежевый серый такой цвет можно кстати посмотреть что у меня сумки раньше помните были очень популярные такие видео так давайте ставлю здесь у меня пудра от гучи в общем такая вот пудра если честно то что у меня было от гучи мне не очень нравится вот эта пудра мне тоже не нравится но я ее ношу с собой из-за зеркальца то есть я использую как зеркало можно заметить что я вообще практически не пользуюсь раньше на работе могла подпудрить лицо но это было в общем очень очень редко и так обязательно должны быть у меня сухие салфетки я их везде ношу всегда и в куртках они у меня есть также у меня здесь крем от локситан кстати хочу заказать себе крем от байреда но если честно он как-то очень дорого стоит и я не очень понимаю какой запах мне заказывать в общем ой тут как-то грязно допользуюсь вот этим возможно и закажу себе от байреда наверное еще пока точно не уверена но хочется мне дальше санитайзер от зелинский очень мне нравится вкусно пахнет кстати уже заканчивается пора заказывать новый мне его кстати надолго хватает еще вот такой вот гребешок очень красивый такая вот фирма я в телеграме давала ссылку и в покупках показывала заказывал этот гребешок на ламода еще здесь тинт от dior в 771 оттенки помда очень красивый тинт для губ мне безумно нравится так главное чтобы это сейчас все не повалилось уберу мужа на сиденье и здесь у меня карт холдер тут кстати подарочная карта из ревгоша я все время про нее забываю не знаю действует она еще или нет но там по-моему 500 рублей было вот и моя обычно карточка и паспорт ношу его пока так но у меня вообще есть обложка я отдала ее мужу потому что ему она более удобно чем мне не знаю хочу конечно вот такую обложку все потом купить от louis vuitton но сейчас конечно безумная наценка на этот бренд поэтому пока не знаю а у меня еще есть карандаш вот шик в оттенке гарда наношу его вместе вот с этим тинтом то есть по контуру карандаш могу просто нанести карандаш по контуру растушевать и так и оставить его могу потом еще немножко тинта нанести а могу просто тинт нанести без карандаша ну то есть тут по настроению у меня всегда что-нибудь лежит в сумочке вот сейчас пока такое вот комбо и еще у меня здесь ключи от дома но доставать их не буду и все сумка пустая сейчас буду убирать все свои вещи обратно уже вроде скоро муж должен идти позвонил сказал что еще минут десять и он идет я на самом деле безумно голодная уже потому что мы получается встали рано утром в 7 утра мы встали но я конечно до спала до 8 вот в общем я до спала до 8 вечера до 8 вечера до 8 утра мы попили вот я говорила кофе я съела макаруни сейчас уже у нас час дня и уже очень хочется покушать хочу безумно яичницу если бы конечно мужу не надо было сейчас работать я бы наверное уговорила его на какую вкусную кофейню но как бы ему надо все таки уже сейчас работать будет рабочий день потому что сейчас будние дни у нас так вот и в общем поедем домой вкусно позавтракаем ну я позавтракаю муж пообедает уже потому что он успел позавтракать но я если честно не люблю знаете встать и сразу идти кушать мне тяжело так и я принимаю еду два раза в день в принципе но могу знаете там в перерывах съесть какой-нибудь батончик протеиновый или там банан мандарин ну что-нибудь такое ну то есть именно полноценные приемы пищи у меня два как утром могу выпить кофе с макаруни правая рука у меня прям вообще очень слабо поэтому поменяла могу выпить кофе с какой-нибудь маленькой шоколадкой или там не знаю может быть бутерброд перехватить вот и я привыкла что кушаю я где-то в час там пол второго когда как раз муж приезжает на обед и потом мы кушаем вечером часов в семь так что такой вот у нас рацион но я уже говорила что не знаю насколько это правильно неправильно мне удобно так так заметила на видео что у меня уже стерся карандаш мой который наносил утром давайте нанесем это комбо так я надеюсь вам что-то будет видно вот видео съедает конечно в жизни еще но в принципе есть небольшой контур в общем наношу по контуру карандаш и сейчас будем тушевать ну буду тушевать пальцем принципе он хорошо тушуется ну и уже в принципе губы как-то поживее стали можно нанести немножко тинта у меня был нанесен не значит пиликнула в общем у меня был нанесен до этого тоже тинту dior только в более таком розовом оттенке я излишки убираю и совсем немножко наношу на центр она видимо заглохла я так понимаю да выключилась ну в общем возможно выключилась она просто так что вот такие вот губы получаются ну не знаю заметили ли вы разницу но в жизни ее видно на камере да действительно камера очень сильно съедает макияж поэтому его всегда нужно носить более ярко вот ну в общем как то так и кстати показывала по моему отрывок возможно вставляла да в предыдущий влог что я ходила в интимиссии но во всяком случае в телеграме отделилась что купила я такую вот тоненькую кофточку там она мне безумно нравится и вот сейчас я думаю что мне нужно еще какие-нибудь оттенки но к сожалению интимиссия грешит тем что светлые оттенки очень просвечивают вот хотя я больше хотела молочный какой-нибудь такой пудровый красивый у них оттенок но вот не знаю но они безумно просвечивают это нужно думать что надевать под низ а я так не хочу я хочу вот надел и пошел хотя вот серая тоже просвечивает но серая как-то выглядит поприличнее плюс я под низ надела термобелье черного цвета и в принципе серый смотрится очень даже неплохо и не сильно просвечивает вот этот черный оттенок в общем посмотрим какой может быть цвет можно будет подобрать но прям темный я не хочу там темно-синий есть черный такие цвета мне не нравится да и они мне не подходят под гардероб то есть мне больше подходят такие светлые пудровые ну возможно серый может быть там кстати был очень красивый коричневый шоколадный оттенок вот кстати точно возможно его стоит присмотреть хотя опять таки серыми джинсами шоколадный не знаю возможно с синими бэйби Субтитры сделал DimaTorzok